Добрый день, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов Сайт Фокуса от моряка В этом видео я хочу снять Очередной обзор Очередной колоды, которую я недавно себе приобрел Посчастливилось мне урвать Эти карты Эти карты называются НОК В2 В черном исполнении Вот сейчас обзорчик На эти карты мы с вами и посмотрим Итак Внимание на экран Ну что же, друзья Давайте посмотрим, что за карты Такие НОК И посмотрим, какие же у них Есть интересные фишечки А в этих картах есть одна Очень-очень прикольная фишка А фишка в том, что эти карты являются Корапленными Ну что же, давайте обо всем по порядку Посмотрим на этот Итак, коробочка у нас Должен заметить сразу То, что карты эти выполнены в минималистическом стиле Как вы и знаете, есть такой стиль Называется минимализм То есть, когда все только самое необходимое Нет больше каких-то простых там Каких-то украшений Нет ничего такого лишнего Да, вот как в домах есть там стиль минимализм Стул, стол, там светильник какой-то В общем, все, что нужно Нет каких-то статуэток украшающих Там ничего такого нет Да, вот то же самое и в этих картах Все только то, что нужно Итак, сама коробка у нас Сама коробка у нас двух цветов Белый, черный Здесь вот на черную надпись НОК И такая надпись Минимал Плейнг Кардс То есть, минималистические игральные карты На торцах у нас никаких надписей нет Сзади никаких надписей нет На торцах здесь никаких надписей Только надпись есть вот снизу То, что произведено в Соединенных Штатах Америки И дан сайт Где На это как бы продаются вот эти карты То есть, дизайн вот этих карт Принадлежит именно вот этой ему Хаус оф Плейнг Кардс Ну а производит, конечно же Все та же самая United States Playing Card Company А дизайн принадлежит House of Playing Cards.com Вот эти вот House of Playing Cards Они сотрудничают с Blue Crown Тоже такая известная марка карт Очень-очень-очень она Прикольная Скоро, я думаю, вы ее тоже увидите Ну что же, давайте откроем колоду Коробочка у нас простенькая Обычная, беленькая Охотился я за этими картами Довольно-таки долго И вот посчастливилось На одном из сайтов На одном из сайтов Ее урвать Эту колоду Ну что ж Охотился, кстати, да Именно за черными картами Что же, давайте посмотрим поближе Что это за карты такие Давайте посмотрим сначала Какие у нас карты Здесь дополнительные есть Здесь всего лишь одна Дополнительная карта Это вот такая вот картишка На которой написано HOPS House of Playing Cards То есть Вот это вот именно Сама фирма Сайт, который Здесь вот снизу На коробочке написан Так Вот такая вот у нас Картишка здесь есть Как обычно Давайте посмотрим на Джокеров И на пикового туза Джокеры у нас выполнены Вот в таком вот виде Такие вот звезды Обычные звезды Ничего больше особенного Здесь нету Просто обычная Пятиконечная звезда Черного цвета Вот и все Такие вот у нас Джокеры Далее Пиковый туз Пиковый туз Также Обычная масть Пиковая Безо всяких узоров Безо всяких там Рисунков каких-то Дополнительных Как это на некоторых картах Мы можем видеть Всякие там ветви Какие-то там украшения Там птицы летающие И так далее Здесь просто Пиковая масть И надпись Minimal Playing Cards Минималистические Игральные карты Вот такой вот у нас туз Так как карты у нас Минималистические То и сам обзор Будет наверное Минималистическим Дальше Лица карт Они стандартные То есть Точно такие же Обычные Классические лица Как например На байсиклах стандартах Те же самые цвета Ничуть не ярче Не темнее Ничего этого нету То есть Вот такие вот Обычные у нас Карты Вот к примеру Давайте вот Возьмем к примеру Короля черви И Ну давайте Король черви Из байсиклов Стандартов Ну один в один Просто один в один Я бы не сказал Что здесь карты Отличаются по цвету Что тут какая-то Светлее Мне говорили Что Ноки Они как-то Посветлее цвет Ну не знаю Я вот сейчас Смотрю Вообще Все то же самое Ни светлее Ни темнее Ничего такого нету Такие вот у нас Карты Классические лица Классический расцвет Классическая расцветка Карты Нок Имеют покрытие Magic Finish Magic Finish Это такое покрытие Которое встречается В основном На картах Ну дорогих Вот Ну Такое вот покрытие Было применено И на ноках В чем отличительная Особенность Также ноков Так это в том Что у них Есть специальная Система маркировки На рубашке К примеру Если я Перетасую карты То я без труда Смогу определить Какая масть Передо мной К примеру Я смотрю Вот на эту карту И определяю Что это у меня крести Смотрю на эту карту И определяю Что это у меня черви Это у меня крести Это у меня Тоже крести Это у меня Черви Это у меня Это у меня пики, это у меня тоже черви, это у меня тоже черви. Ну и так вот в общем можно полностью все карты узнавать. То есть как определяется краб на ноках? Все очень-очень-очень просто. Мы просто смотрим на уголки карт. Дело в том, что уголочки здесь могут быть острые, а могут быть закругленные. Это вообще, если не знать, я пока сам не спросил, я даже и не знал. То есть смотрим, острый уголок, острый уголок, острый уголок, закругленный уголок. Три острых уголка это крестовая масть. Далее, к примеру, бубновая масть это когда все острые уголки. Ну это вы сами как бы разберетесь, там все понятно. Все острые уголки бубновая масть, один острый уголок пиковая, два острых уголка, два закругленных это черви, Три острых уголка, один закругленный – это крести. Все закругленные – это джокер. Вот такие вот интересные особенности на этих вот картах. Должен сказать, что по своим качествам они очень даже такие хорошие. То есть как-то у меня тут писали некоторые люди, что они живут там две недели, там вообще фигня. Они там снашиваются, стачиваются. Но я не знаю вообще, откуда этот миф пошел. Но как они могут сноситься или сточиться, если это нормальные карты? То есть байсиклы живут долго, а ноги сточатся за две недели. Но это вообще какая-то ерунда. Не знаю, вот пользуюсь ими уже довольно-таки давно уже. Наверное, около месяца они у меня каждый день. В принципе, что-нибудь с ними тренирую. Но ничего, нормальные карты хорошо служат. Веерятся превосходно. Ленточки раскладываются также превосходно. Да, но есть одна, короче, особенность такая. Дело в том, что почти везде сейчас эти карты распроданы. Мне вот посчастливилось урвать эти карты на сайте kiracards.net, по-моему, они. Вот. Там они стоили 630 рублей. Я себе их заказал. В общем, я очень был рад, что я их успел урвать. Заказывал в обед, вечером уже таких не осталось. Заходил я на сайт House of Playing Cards. Там тоже самое. Ноки там уже все распроданы. Вот именно черные Ноки. Вторые. Третьи как бы еще есть. Можете посмотреть, кстати, белые Ноки. Тоже очень довольно-таки интересные карты. Может быть, вам они тоже понравятся. Ну что ж, друзья. Вот, собственно, больше рассказывать-то нечего. Собственно, это как бы все, что я хотел рассказать вам о Ноках. Историю создания их я, к сожалению, не нашел. Вот. Ну, думаю, как бы обзора будет достаточно, чтобы понять, что карты хорошие. Если у вас появится возможность их купить, пускай даже не черные, пускай какие-нибудь фиолетовые или там красные, зеленые. Обязательно купите себе такие карты. Вы не пожалеете. Ну что же. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok